Вчера началось с канонады. Горохочет повсюду. Началось это еще около двух часов ночи, но дождик оказался совсем небольшим, хотя и сильным. Впрочем, под липой даже землю не промочило. У меня вчера накрылся мотор, благодаря которому я имею возможность поливать свой огород. И сегодня предстоит им заниматься. Да, погодка обещает быть загадочной. Ну, как обычно. Надо молиться, чтобы был неград. А между тем, полив чертовски нужен. Настоящий, хороший, сильный дождь, который, правда, не побьет растения, а только напоит их влагой. А может быть, в лесу пойдут грибы. Как бы хотелось на это надеяться. Ну, как же горхочет небесная канонада. Приятно слышать. В то же время ожидаешь каких-то катаклизмов. Но, впрочем, мы видим, что случится. Красивый звук, но немного настораживающий. Ух, какой грохот. Что-то приближается. И оно уже явно над нами. Застучал дождь. Застучал дождь. Мощный дождь. Ну, наконец-то. Так, надо набросить курку и выскочить на улицу посмотреть. Бунька, оставаясь валяться, карька под кроватью, а в комнате тем оно как в склепе. Нет, я хочу это видеть воочию. Вот она, небесная Ниагара. На востоке еще с ее лучи солнышко. Ну-ка, перебегу. И даже голубое небо. Да, надеюсь, что это додолго. Надо, чтобы хорошенечко все промочило. Эх, чтобы запрыгали радостные лягушки. И тогда, если даже сломался мотор, можно будет пару дней переждать с польем. Повеяло свежестью. Эх, как же здорово. И здорово, что есть навес, под которым можно укрыться от дождя, завитый диким виноградом. Хотя на камеру капает. Ну, не затихай. Как это раньше моя бабушка говорила. Дождик, дождик, пуща, дам тебе гуще. Дам тебе ложку, хлебай понемножку. Ух ты, вот это да. Я даже вздрогнул от вспышки молнии. Красиво. Нет, не пойду домой. Зарядку я уже сделала. Буду сидеть и наслаждаться. Заглянул Ирислав Геннадьевич. Странным образом он проснулся раньше родителей, которые до сих пор еще почивают. И, видимо, решил доспать у меня с котом во мнимку. Ой, умильная сынка. Роська на подушечке. Ты что, действительно тут спать собрался дальше? Хотя в такую погоду ничего лучшего не придумать. Вновь нагнала тучи. Хотя дождь на какой-то момент и перестал, но, Росян, это ненадолго. Так что валяться тебе в обнимку с котом, если он того пожелает. Ой, 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 телячья нежность. Так, мне придется тогда перемещаться в мастерскую и заняться связкой лука и чеснока. Они уже просохли и надо этим заниматься. В избушке темноватый. Так, ты что дальше будешь делать? Дальше. Валяться у меня, чтобы никого не разбудить? Ну, давай, а я одеваюсь и выметаюсь. Ну, хоть что-то успела сделать на улице. Подстригла на растения, которые преграждали вход в святая святых, уборную, поскольку большинство населения пользуется именно ею. Но вновь пошел дождь, и это явно надолго. Уже прошло несколько часов, и он продолжается. Да, это тот самый блажняк, который, вероятно, будет целый день поедем водой. Ну, а Роську вновь прибрел ко мне. Я, собственно, занимался своим дымовым, который получается поистине гигантским. А Рослав Геннадьевич играет, играет в обществе Бонифация, который тоже успел прогуляться, погонять лягушек вместе с Виськой, еле выудила их своих грядок. А Росян занимается виртуальным вождением. Ой, потягушеньки, сладкая из дома. Да, поспать, чем еще можно заняться в такую погоду? Только тихими играми, в избушке и вырезанием. Полетел. Так, ты влетел? Да. Ну, поздравляю. Уи-и-и, ты-ты-с. Так, давай-ка, выметайся потихонечку к папе, к маме. У вас там очередного салюта из компота не произошло? Нет. Повезло, это потому что похолодало. Ладно, я тебя позову, потому что сейчас я буду вырезать, и мне главное не напортачить. Самое интересное пошло. Появляется лицо домового. Посмотрим, что будет дальше. А дальше продолжился дождь и потемнело настолько, что вырезать приходится при свете. Так, засиделся. Да, на улице нынче не побегаешь, не попрыгаешь. А Ройска занялся изучением книги под названием «Энциклопедия сверхъестественных существ». Ну, естественно, я подбросила. И кое-что пытается читать сам. Ну-ка, прочитай. Что написано? Де-мо-ны. Демоны. Демоны или демоны? Демоны. Демоны. Ладно, демон, сейчас будешь огнедемоном. Давай печку зажигать. Ох ты, бабушка, звезда. Чего там только не было? Звезда. Тут иллюстрации и графические, и цветные. Эту книгу мне подарила Ника. Так, солнце моё. Ой, бабушка, смотри. Ну-ка дай посмотреть. Смотри, это чё? Это рожка из монетки медальон сделала. Эх, патриотичный мой. Это что за фигня? Это действительно фигня. Ты совершенно прав. Называется абстракция. Это художник так видит. Ну, мы наше творение видим несколько по-иному. Кстати, ты собирался что-то рисовать. Чё будешь делать? Ну, не знаю. Я тоже не знаю. Эх, не задевай. Дай-ка его поставлю опять. А мы собрались зажечь печку, потому что у нас в комнате, конечно, тепло, но накопилось столько мусора, что надо от него избавляться. Так, мать-ка, подержи. Чё у тебя там? Десять посылочек. Мойки в Москву. А, ты уже заготовила для меня? Мы собрались печку зажигать. А я собралась к Ники на хлебушек. Мусор. На печку. Ай, бабушка, я хочу сам. Зажигать сам? Да. А чё надо сначала так? Так вот здесь посередине. Кору держим вертикально. Зажигай. Немножко боком, Рось, удобнее зажигалку поставить. Держи. Угу. Убирай. Так, вот теперь она должна разгореться. А дальше сам. Держи. Клади как можно дальше. О, туда, где бозиток. Только не бросай, аккуратненько клади. А, не бросай. Молодец. Нет, дальше. Ещё дальше. Ай. Ай. Махмуд поджигай. Так, и для того, чтобы всё хорошенечко сгорело, не бросим. Угу, ты не как-то помешечка. Зажигай. Зажигай. И спать мне сегодня придётся с открытым окном. Потому что... Я сегодня спарилась. Нет, ну понимаешь, у нас комнате сейчас достаточно тепло. Зажигай. Зажигай. Там всё это за ритуальные танцы. Ты пойдёшь со мной к Нике? Да. Да. Только надо куртку одеть и сапоги. Ха-ха. Не надо. А ты помнишь ко мне? А-а-а. Уже поднял. Рося, не надо. Да, Рося. Рося, я потолок головой. А-а-а. Промних. Ха-ха-ха. 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 Ха-ха. Ха-ха. А сейчас смотри, идёт вонится. Ты понимаешь, в чём дело? Я ж так все вот эти вот стружки, которые мне уже девать некуда складывала. Пачки от сигарет, бумагу, газету. О, мать пришла. Шедевры принесла. Да, мать пришла. Любимая Ну скажи Так, у меня есть аммонит Но он уже забронирован Все посмотрели Да, все посмотрели, пооблизывались Оценили И забыли Еще у меня есть чертополохи Я их очень не хочу Как ты снимаешь, его не видно вообще Ты первый раз такую тему прокручиваешь И никому покатывать не хочешь Это то самое, что хотела зажать И оставить себе Не хотелось бы, конечно Надо делиться Да, господь удел делиться Хотя и не очень хочется А это цикада А это нечто гигантское В чем она как бы Ну вот она размером с ладонь Практически И висеть должна вот так вот Наиспись У тебя фокус все время улетает Это у тебя руки все время двигаются Поэтому у меня фокус улетает Нет, надо тыкать А это челюсть бобра Которую изъяли у меня еще год назад Челюсть бобра с метистами И натуральными зубами Ой, мама Да, это все на каучуке Это, а мама я одену Одень Я бы уже отжать пытался Догадываешь? Я бы тоже отжать Слушай, а мне очень интересно На женской шеи Как это будет смотреться Ты можешь одеть? Ну у меня просто шея толстая И я не могу по себе прикинуть Рося, за словами следим? Нет Мы называем все своими именами Ты называешь это женской шеей? Ну человеческой Слушай, ну длинновато как-то по-моему Нет, ну все зависит от одежды От ее обменности И от, собственно, параметров человека На мне, я полагаю, это не особо хорошо смотрится Да не, нормально Рося, тебе плохо? А цикаду одень Изнаковая Где у нас тут свет второй? Нет, дай бабушка померяет цикаду Просто надо сделать шнурочков Про запас Не-не-не, ее расстегнуть, наверное, надо будет На меня влезет Я подстриглась? Да Понятно Нет, ну к этому нужна соответствующая одежда Ну да, какое-нибудь платьишко льняное И какая-то гладкая поверхность Не, мне кажется, что вот если вот повыше вот так Ну в принципе это можно Мамочка, посмотрите Монету сделал Он из пятифеки копеечной монеты сделал триколор Ну ладно, если что, я разных сделаю Еще, знаешь, сохранился запах мастерской Лака Хотя мастерская все лаком привоняла Я зарядила новый блок питания Слушай, когда ты мою стрижку снимала в последний раз Все задавали вопрос Куда я подевала вторую сережку? Хочу объяснить Потерялась не сережка Потерялась часть уха Держи Это было очень-очень давно Об этом уже все забыто Ну так сказать Где у меня еще один кулон? Это юнофские приключения Так что не напоминайте мне, что я сережку потеряла Вертай челюсть Слушай, был старый японский мультфильм про кота в сапогах Там еще вопли такие носили все время Отдай череп, отдай череп Рося, отдай челюсть Классненько На весь ничего не примерили Так, куда ты там сдаился? Челюсть отдавать не хочешь? Угу Решил Карри третью челюсть сделать Так, ну все Не жди его скоро Верните челюсть Верните челюсть, короче Так, а я продолжаю вырезать Буйни Игоряча в избушке продолжались еще достаточно долго Ну а сейчас собаки вышли под бичар прогуляться На время прекратился дождь Но вероятно, он будет продолжаться еще достаточно долго До самого утра А что будет утром, еще неизвестно Вероятно Из тосковоши по лесу я туда отправлюсь Уж не знаю, что найду Но мне ужасно хочется Хоть на какое-то время прогуляться Пройтись, надышаться Потому что сидеть на дом месте все время и интересно Ну что ж Новый день Новые проблемы Новые находки Изыскания Посмотрим, что будет дальше А пока всего хорошего До свидания